Переезд в другую страну для простого человека – это всегда очень тяжело и очень дорого. У нас у простых людей денег, как правило, тютелек совсем. Поэтому мы стараемся понять, как сэкономить там на переезде, как сэкономить там на переезде. Если знакомые, то это очень хорошо. Я не говорю про способы переезда, от этого зависит очень многое. Но при любом способе переезда вам требуются деньги на первое время. Какая-то адаптация, изучение местного языка, понять правила, пройти какие-то курсы, может быть, вы работу хотите поменять. Или как-то ваш диплом нужно подогнать под местные рамки. Начинать жизнь с нуля – это не самый легкий путь. Я очень счастлив, что я начал жизнь с нуля, что я уехал из России. Я каждый день этому радуюсь. Серьезно, прикиньте, можно начать жизнь с нуля и радоваться этому. Я в восторге. Я хоть поживу как человек. С правами человека в стране, где работает Конституция, закон, где соблюдаются права человека. Я живу в стране, где я вижу заботу государства. Пандемия это показала, например. Деньги я заработаю. У меня голова есть. И руки на плечах тоже есть. Но, пожалуйста, не говорите, что это очень легкий путь. Ладно? Это не легкий путь. Но я готов на это. Я готов начинать жизнь с нуля, подальше от России. Я же с другой стороны земли теперь от России. Ну, не считая той границы, это понятно. Но я-то нахожусь в Нью-Йорке сейчас. Это очень далеко от России. Понимаете, я не ребенок богатых родителей. Я сюда переехал весь в долгах. Да, здесь другой уровень жизни. Но мы начинаем жизнь с нуля, подальше от России. На другом языке. С другими правилами, другими законами. С другими людьми. Мы все начали с нуля. И о этом не сказано, Рат. Я не буду приводить личные доводы. Я не буду рассказывать, почему я уехал из России. Есть очень много личных вещей, которые я не расскажу. На то она и жизнь, конфиденциальность существует. Многие вещи про себя люди так и не расскажут. Ну, как бы, имеем право. Но самое главное, я теперь живу в стране, где государство соблюдает закон, конституцию и права человека. У меня теперь просто спокойная, мирная жизнь. Я сюда, когда ехал, я готов был мыть посуду всю жизнь. Я понимал, что раз люди это делают, значит, они как-то выживают. Нормально, значит, у них все. Видите? Но самое главное, это права человека, чтобы соблюдались. Закон, конституция. В Америке это все есть. Я благодарен этой стране. Она меня приняла как родного. Меня Россия так не встречала никогда в жизни, как Америка встретила. Америка дала мне все возможности для развития и для счастья. Просто для спокойной, мирной жизни. Самое главное. Оказывается, многим людям достаточно просто мирная, спокойная жизнь. И, возможно, зарабатывать копеечку. Прикиньте. Но назвать эту жизнь, переезд такой легким, это никак нельзя. Однако я дома. В США. Это мой дом. Любим.